Несколько минут назад стало известно. Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала, что могло привести к внезапной смерти 46-летнего замминистра науки и высшего образования России Петра Кучеренко. Мужчина скончался 20 мая в самолете, возвращаясь из командировки на Кубу. Воздушное судно экстренно посадили в минеральных водах, но прибывшие врачи уже ничего не смогли сделать. Позднее стало известно, что остановка сердца у Кучеренко произошла еще в воздухе. Поэтому реанимационные мероприятия оказались бесполезны. Врач-терапевт отметила, что смерть на борту самолета явление нередкое. Чаще всего причиной смерти человека становится оторвавшийся тромб. Не исключено, что так произошло и в случае с Кучеренко. Длительные перелеты также могут вызывать обострение хронических заболеваний. Необходимость несколько часов провести в сидячем положении почти без движения, перепады давления вредны для организма. В некоторых источниках сообщают, что у Кучеренко также случился приступ эпилепсии. Но по словам Людмилы Алексеевой, он мог ухудшить общее состояние, но не привести к летальному исходу. Самыми распространенными причинами смерти в самолете становятся тромбоз вены, разрыв аневризмы и обострение заболеваний органов дыхания. Петр Кучеренко также являлся мужем певицы Дианы Гурцкая. 24 мая его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Когда певица встретила адвоката, казалось, текст ее композиции «Ты знаешь, мама». Притворился в реальность, Петр Кучеренко действительно был не таким, как все, далеким от шоу-бизнеса и чутким. Брак пары продлился 18 лет, а оборвался неожиданно как для Дианы Гурцкой, так и для окружающих. До встречи с Петром Кучеренко Диана Гурцкая успела хлебнуть горе, едва только в ротацию на радио ворвался хит «Ты здесь», как ее мама попала в больницу с раком. Как только она слышала меня, была такая счастливая. Я дышала надеждой, что мама будет жить. До последнего не верила, что может так произойти, откровенничала артистка в ютюб-шоу «Жасмин» «Душевный разговор». Близкие отправили девушку на песню года, и лишь перед выходом на сцену ей сообщили, что матери не стало. Дальше, как в тумане, только на первых аккордах «Ты здесь», Диана осознала, где находится. Певицу продолжал поддерживать брат Роберт, но заменить маму не мог никто. Когда же в жизнь артистки ворвался адвокат Петр Кучеренко, у Дианы возникла не просто надежда на счастье, чувство к юристу оказалось для звезды спасительным. Увы, даже красивым историям любви приходит конец, и в случае исполнительницы мир рухнул, когда 20 мая Петр скончался. Почему же 46-летнего мужчины не стало? Вся страна приносит гуртское соболезнование, ну а мы вспоминаем время, когда супруги были счастливы. Петр Кучеренко появился на свет на таймере, так что у них с Дианой получилось эдакое столкновение северного и южного нравов. В юности парень увлекался шахматами и баскетболом, а окончив школу с золотой медалью, подался в Рудн. Довольно скоро Петр стал профессором кафедры конституционного права, доктором юридических наук и успешным адвокатом. Однако нас в первую очередь интересует, как Кучеренко превратился в поклонника Дианы Гуртской. В начале нулевых Ирина Хакамада связалась с адвокатом и попросила его придумать в преддверии выборов какой-нибудь проект с участием Гуртской. Сперва Петр общался с братом и продюсером артистки Робертом, но все перевернулось, когда его пригласили на день рождения певицы. Немаловажно, что звезда пришла на праздник с ухажером, а Кучеренко с девушкой. Застолье было подгрузински пышным, и я воспринял этот ужин как предсвадебное торжество. До тех пор, пока героиня праздника не запела, признавался Петр. Она пела подгрузински, но это так трогало душу. Я был буквально сражен и посмотрел на Диану совсем другими глазами. Мы пообщались, и она просто поразила меня широтой взглядов и совершенно несвойственной для людей публичных профессий внутренней чистотой, непоказушной искренностью. Откровением для меня явился и ее ум, начитанность. В тот момент мне было уже 29 лет, и я начал задумываться, какой хочу видеть свою семью, жену. И вдруг понял, такой, как Диана. Адвокат проявил настойчивость, начав звонить певице и приглашать ее на свидание. Сперва Диана не принимала мужчину всерьез, а когда тот позвал ее в кино, где буквально взял на себя роль суфлера, смутилась. Еще больше девушки оробело, когда они с братом и Петром оказались в кафе. Кучеренко убеждал исполнительницу, что стоит попробовать вкусный тортик, и из-за цепенения ее вывела лишь фраза Роберта. Диана, чего ты стесняешься? Петя знает, что ты не видишь. Что тут такого? И он был прав, Петя полюбил меня такой, какая я есть, подчеркивала исполнительница в ютуб-шоу «Откройте, Давид». Гурская влюбилась в заботливого поклонника, однако опасалась последствий. Это на сцене она выглядела уверенной и нарядной, а вот за кулисами будущего мужа ожидали сложности, которым он мог быть не готов. Приубедили в итоге артистку слова свекрови о том, что Диана заслуживает счастья, как никто другой. «В тот момент я поняла, что в этой семье меня поймут и будут любить всегда», — рассказывала звезда в программе Миланы Тюльпановой «Мягкая сила». Печальная новость о смерти Петра Кучеренко истина, окутавшая страну тяжким горем. Великий руководитель аппарата Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству навсегда покинул нас, оставив огромную пустоту в сердцах всех, кто знал его поистине выдающимся деятельным и активным гражданином. Однако, даже в мрачные времена нашей нации, светлые личности продолжают озарять наш мир. Диана Гурцкая, народная артистка Российской Федерации, эстрадная певица, общественный деятель, является ярким примером такой индивидуальности. Не только великолепная певица, она также активно вовлечена в сферу социальной интеграции и развития инклюзивных практик в России. Диана Гурцкая занимает пост председателя комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик в общественной палате Российской Федерации. Ее сильное стремление к созданию равных возможностей для всех граждан России делает ее поистине вдохновляющей фигурой. Центр социальной интеграции, который она возглавляет в качестве художественного руководителя, становится источником надежды для многих людей, нуждающихся в поддержке и возможности реализовать свой потенциал. Диана Гурцкая, обладая выдающимися талантами и глубоким сочувствием, стала примером для миллионов людей. Она никогда не оставляет равнодушными своих поклонников и всегда находит время, чтобы помочь тем, кто нуждается. Ее участие в различных благотворительных мероприятиях и проектах, направленных на помощь детям с ограниченными возможностями и другим уязвимым группам населения, говорит о ее неутомимой жажде делать мир лучше. Светлая душа Дианы Гурцкой пронизывает сердце людей, наполняя их надеждой и верой в лучшее будущее. Ее энергия и страсть к тому, чтобы изменить жизни тех, кто сталкивается с трудностями, заставляют всех поверить в силу человеческой доброты. Истинная героиня нашего времени, Диана Гурцкая неуклонно стремится к достижению инклюзивности во всех сферах общества. Она не просто словами призывает к равноправию и справедливости, она действует, создавая возможности для тех, кто долгое время был лишен доступа к основным благам жизни. Ее работа в комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик не знает преград. Диана Гурцкая смело выступает за право и интересы людей с ограниченными возможностями, стремясь сделать окружающую среду более дружественной и доступной для всех. Ее усилия направлены на то, чтобы каждый человек мог в полной мере наслаждаться жизнью и реализовывать свои мечты, не сталкиваясь с преградами и дискриминацией. Все, кто знаком с творчеством и деятельностью Дианы Гурцкой, не перестают восхищаться ее силой воли и преданностью делу, которому она посвятила свою жизнь. Ее талант и страсть к музыке сочетаются с безграничной любовью к людям, что делает ее истинным символом надежды и вдохновения. Вслед за грустными новостями о потере Петра Кучеренко, появление истории Дианы Гурцкой наполняет наше сердце теплом и верой в лучшее будущее. Ее неустанное стремление к достижению социальной справедливости и инклюзивности делает ее настоящим героем нашего времени. Диана Гурцкая не просто эстрадная певица, а источник света и надежды для многих.